Заказ на эти самые, что в епархии было, на этой неделе в среду, я выполнил фактически все заказы, новых нет заказов? Теперь, в Потеряевке сколько снимали роликов, сколько фотографий, вот только пока один, кому это нужно? Это сотни, сотни фотографий, Виктор снимал, там еще, ну, двоих я брал, и вот этот Кряжев Александр, и видео, как мы ехали, где мы были, у батюшки за столом, вся служба церковная, все здесь. Так, между собой поделите, как-то, по-дружески. Теперь, кому нужны, вот эти, называйте первая и вторая, поднимите руки, про Потеряевку, фотографии и ролики, как мы в степь ездили. Все, никому больше заказов нету. Отлично, все ушло. Становление личности. Ничего, сейчас мы подойдем к общему. Видно, кто-то будет. Я хотел несколько вопросов задать вам. Иногда вопрос ставят так, а кто важнее, а кто сильнее? Загадки задают-то. И я спрашиваю, вы можете сказать, что для нас важнее, из самого важного? Допустим, пост и молитва. Что важнее? Поднимите руку, кто может ответить? Ну, сказали бы, только одно ты можешь исполнять, второе тебе не дано. Бывает такой выбор, просто необходимо сделать. Молитва. Так, дальше. Мы знаем, что на первом месте Слово Божие, вера от Слова Божия и молитва. И сказали бы, или Библию читать тебе разрешаю, или молитву. Что важнее? Библию. Если вопрос именно вот так поставлен, и по-другому нельзя его решить. Хотя жизнь, это жизнь, все-таки молитва. Потому что дьявол остается дьяволом. И борьба, Христос не сказал, отбивайтесь его, считайте Библию. А сказал, пост и молитва. Заметьте, чтобы молитву Отче наш исполнить, даже Библию можно в руки не брать, ее можно исполнить. Где-то услышал один раз, где-то что-то... Один раз услышал, что Христос умер за тебя. Библия на первом месте. Но в определенные моменты приходится сказать, на первом месте встается молитва. Теперь, видите как? Вот у нас в коридоре висит там фотография такая. После ареста вышли люди, вот рядом, Краевой суд. Вот теперь тут музей истории искусства, это был Краевой суд. И меня осудили, увезли, а люди, мои друзья, вышли и сфотографировались. Вы помните, я один раз вам рассказывал, у меня одна знакомая была. И ее ангел будил на молитву. Она сначала слышала стук в окно, вставала на ночную молитву. Потом услышала дыхание. Прямо дышит возле нее ангел. А потом услышала голос, он тихо так говорит во сне, Аня, вставай. И один раз у нее случилось так, что она не встала. Муж только вернулся, запоздала с работы. И она легла уже где-то в первом часу. Я легла, и холодно в избе было. И слово я услышала, Аня, вставай во сне. И я подумал, ноги у меня вымыты, дети при мне, как говорится в Евангелии. И я не встала, и больше никогда этого не слышала. Теперь только будильник гудел возле головы. Она от ночной молитвы не отошла. Если это был ангел, а на молитву так побуждая нежно, ну не демон это делает, а людей больше никого не было. Как пение на Афоне, как не расследует, все-таки это ангелы пели. Демоны это не могут сделать. И она умерла на прошлой неделе, это Аня Долгова. Он еще раньше. Это были самые из самых близких моих друзей. Настолько были верны. И мы ее теперь вместе с новопреставленным рабом Иоанном ставим ее. Если кому-то она сделалась близко, то что я говорю. Поставьте ее тоже, помолитесь. Они всегда находили старичков, каких-то старушек, приводили домой, обмывали, докармливали и хоронили. Это такой подвиг. Вот как у нас там барабаш взяли, незнакомую бабушку доходили, похоронили. Это вообще, вот, Долгова фамилия ее Анна Демидовна. А он был Андрей Федотович. Это Алифтина и хорошо знает Петеримова. Теперь, я в прошлый раз спрашивал и спрошу. У меня Юлия-то где-то нет ее? Да, там она. Так, ну-ка дай мне сюда, крики-ка ее, спрошу. Сколько ей лет было? Сейчас пока мне ничего не говори, не раз слышать могу. Так, быстренько. Она распределяет, кому молиться, с какой кафизмой. Получается, 40 дней по одной кафизме. Это два раза псалтыр, 20 кафизм. Ты всем распределила молиться? Не всем дозвонилась. Так, кто не получил? Вот сейчас брат Ян Чернявский умер. И у нас, мы православные, у нас так принято. Кому она не назначила молиться, там, с какой кафизмой, что? Поднимите руку. Ну, у меня не назначено. Понимаете, если не молится человек, Златоуз говорит так. Ты мне скажи, что он не молится. И я тебе отвечу, что ничего великого не сотворит. О некоторых людях, я просто знаю, что они не будут стоять. Даже руку не поднимают. Но я не могу поверить, чтобы они стояли на поклонах. Ну, разбейте мое неверие. Будьте более активными. У нас получилось так. Мы в субботу уехали. Ну, уехали-то в пять часов. Тут ясное дело, что мы легли там в первом часу или сколько. И там пасхальное, там вообще не молится. Но, приехав сюда, мы два дня по две кафизмы помолились. На одну кафизму уходит ровно 15 минут с запевами. Помяни Господи. Ну, представь, на раба твоего Иоанна. А ну, я кажу, тебе есть, я как человек, ты грешишь. Ты же, я как человека, любез Бог, прости ее и помилуй. И вечной муки избави. Небесную царстью причастников учени душам нашим полезно сотвори. Сказать, что мертвым это помощь, мы их в рай перетянули, мы не можем. Но мы православные. Это чувство любви продолжается за гробом. Так отвечаем. Мы верим, что у человека есть бессмертная душа. Только и всего. Не будешь молиться, ничего не изменится, может быть. Но твое чувство любви будет разорвано. У православных объяснений есть и такое сглаживающее еще. Так что, еще не поздно. Можете подключиться. С сегодняшнего дня. С любой кафизмы начинай. Знаешь, что кафизма? Псалтырь разбей на 20 равных частей, и ты увидишь, где псалом качается. 20 кафизм во всей псалтыре 150 псалмов. Определенно, это 118-й псалом, это одна кафизма. Мы немного поговорили сегодня о ревности. О ревности по деле Господнем. Ревнует, Павел говорит, и ревнует нечисто. Еще бывает такая ревность нечистая. Приобрести к себе, перетянуть в баптисты, в православные, это делать нельзя. Ревнует даже и по Богу. Для Бога. Я если ревнует, то для Бога. Чтобы человек познал Бога. Чтобы Господь благословил его. Мне к одной теме все подходит. К тому, что у нас здесь было. Я иногда захожу во время богослужения. Прохожу через братьев. Этот зал и туда. Я не знаю, какие у вас мысли. Я вам поясняю. Я обязан это делать. Там сидит группа глухонемых. И я проверяю, хорошо ли им переводят. Потому что по написанному еще указкой водят. Но о проповеди, которые братья считают, переводят или нет. Это моя кровная обязанность. Никому ходить нельзя. А я обязан. И могут ходить, смотреть или проверять. Когда говорят, оглашенные зайдите. Они должны проверить, нет ли оглашенных, кого вывезти. И двери, двери примутят. И в это время проверить, нет ли кого посторонних. Вывезти их за пределы храма. У нас это преддверием считается коридор. Я вам тут не видел, что совершается. Я объясняю, почему я захожу. Я захожу не всегда, но иногда у меня как-то сердце затревожится. Как глухонемые обеспечены. Это люди, нуждающиеся в особой опеке. Внимание. Меня не боятся здесь летом. Вы помните это? Не в нас дело, это дело в вас. Каждый понесет написано свое бремя. Что же у нас за событие было? Кое-кого нет? А я бы хотел, чтобы передали всем, кого не будет. Нет уже. Некоторые говорили, что мы воланимся с этой патриархией. Но там ничего нет. Это болтлива вещей шкуре. И зачем встречается душу только тревожить-то? Я был не согласен с этим. Я говорил, что рано или поздно Господь может открыть нам двери для благовестия. И как я могу по одному, по двум судить других? Я скажу, что вы все вместе. И умножить на много лет вперед, вы не перенесете никогда столько, сколько я от патриархии. В первую очередь, о вас в печати ни одного слова не было. Меня в печати они поносили. Кто такой Игнатий Лапкин? С подписами. Центральная газета. В то время 114 тысяч экземпляров. Дальше ставится фильм. И не простой фильм. А фильм, занявший первое место в России, Златоуст из Потеряевки. И выступает отец Николай Войтович, Капранов отец Михаил, Скачков тогда был отец Михаил. И они перед камерой говорят, какой я негодный. Но мое отношение к ним изменилось. Я молюсь за живых и за мертвых. А то побудите ли, чтобы я стал лучше. А он гордый. Он не покоряется. Они могли бы сказать так. Он настолько крепко верит, что нам, попам, которые отступили от истины, не покоряются. Тогда бы картину по-другому выведал. А то будто бы он бог. Или маленький божок. А я настолько упорный, что я ему не покоряюсь. А в чем? Я не покоряюсь в том, что мир и церковь не отличаются. Все подряд к причастию. Что крестит, как попало. Он дальше не говорит. А люди этого не знают. И думают, действительно, три священника, свидетельство двух-трех истины. Ну а когда заканчивается, все, ничего там и нет. Нету ничего. Вообще моя гордость, конкретно. Я себе на место кого-то поставил. Держусь за свое место. Конкретно. Мне нужны обличители. И вот когда мы сейчас были в епархии, я этот вопрос в конце поставил. Соберите самых злобных врагов. Самых неистовых, которые меня ненавидят в книге. Выставите их всех в один ряд. И меня пригласите. И пусть этот будет Синедрион. Я перед ним выйду, буду отвечать. По каждому слову. По каждой букве. А за глаза вы грешите. Там другими словами было сказано, но смысл очень понятный. Это я сказал. В среду была встреча. А назначили они ее. Встреча в 12 часов. Батюшка мне позвонил. Ну, у нас определенные люди были оповещены. Кто-то не смог прийти. Брат Севастян говорит, я уезжаю в Новосибирск. И на его место я сразу... Еще четыре сестры были. Ну, и братья остальные. Восемь человек. И один шофер еще. Николай был. Кручина. У нас в самом начале заело с батюшкой. Знаете, я вам все рассказываю, потому что я люблю вас. И не хочу, чтобы это заглазно было. У меня в характере отцовское все больше, чем в батюшке во много раз. Он больше как-то, видимо, к матери склонен. И на отца я похож больше, чем они все. Это все подтверждали. И я у населил характер отца. Он был очень такой горячий. И он не терпел, чтобы его ждали. Если, допустим, старшая сестра, у меня Евдокия, я помню, она собирается. А на улице подъехали на лошадь ехать в Курчину. Так это тебя там ждут, отец говорит. Я сейчас. Да как же ты можешь стоять, тебя там ждут. Он может дать толкушку, и она через порог вылетит. Тебя люди ждут. Как ты можешь здесь копать какие-то пирожки собирать. Понимаете, что я это все усваивал. И в жизни ни разу у меня не было, чтобы меня ждали. Пока ни одного раза. Я считал выступление генерала армии Громова, губернатора Московской области. Он говорит, я в жизни опоздал только два раза. Один раз, когда жена умерла, жена, мать, где-то в Владивостоке, он в Афганистане был. Были такие события, нельзя было покинуть, я опоздал на день. Ну, понятно, что он не мог. И другое. Это мне очень импонирует, то есть очень близко. Я ни разу, нигде не опоздал. По сегодняшний день. Говорю, учился в техникуме, экзамены в 9, с 7 я уже сижу на крыльце, а техникум закрытый. Первый сдаю, сети и на рыбалку. Мне есть надо. Ни разу, нигде, никогда никто не ждал. Прошу, если хочешь добрые отношения иметь со мной, имей это в виду. Поэтому я сказал, давайте соберемся на полчаса раньше, к нам придет там фотограф с Валабой, у меня договорился. Какие-то могут быть неурядицы, не состыковки, и вдруг мы опоздаем. Не годится. Николай Курчина приехал вовремя. А батюшка-то утром приехал, ему звонят, он выходит. А чего вот так? Рано-то. Да батюшка, мы уже стоим здесь готовы, ну что мы там будем торчать? И слово за слово, и батюшка никак. Я говорю, батюшка, ну как же так-то мы это, разделяемся-то с тобой здесь. И он поворачивает назад. Мне-то он сказал, может поехать так? Да у него ключи. Куда мы без батюшки-то? Без батюшки мы ничто. Встреча-то без батюшки-то, ну какая будет? Никак. Что делать? Ну ничего, постоим пока. Но я уже решил, больше с батюшкой я не играю в эту игру. Сразу заказывает две машины. Только я уезжаю раньше, меня там люди ждут. И получилось так, идем дорогу, маленько погодя, со мной Володя был. Володя, в чем мы стоим-то? Мы же не знаем, когда он выйдет батюшка-то. Идем пешком. А я надел вот эти вот сапоги, вот посмотри-ка тебе, новые сапоги. Они как железные сапоги. И нога маленько помещается. Я тоненький носок беру, в машину залезьте и вылезьте. А идти нельзя, они ноги меня сразу сбивают. А я в них пошел. Носки сразу долой. Пузыри на ногах, но мы шагаем быстро. И мы без десяти, кажется, минут успели туда прийти. А они пришли, а батюшка уже там стоит, с священниками разговаривает. Он приехал. Но мы шли быстро. Поэтому я уйду в Луру с человеком на два часа. Если я уезжаю по Теревку, я сейчас за полтора с билетами буду на вокзале торчать. Мало ли что, транспорта не будет или как. Поэтому кто со мной где едет, и он задерживается хотя бы несколько минут, я его не жду. Вы имейте это в виду. Мы договорились, к этому времени ты должен стоять там, где я стою. Место встречи изменить нельзя. По городу искать не буду. Я уже в Теревке в городе успел огорчить этими правилами своими. Приноравитесь ко мне, я к вам не буду приноравливаться. Потому что лучше вовремя выезжать, чем опаздывать. Потому что за нашим выездом там другие ждут. И за тебя и я в число опоздавших буду. Ну и вот пришли мы. Я уже начинаю говорить об этом. Как прошла встреча, рассказывать будут другие. Я только контур нарисую. Нас встретили, как всегда, они благожелательно. Секретарь епархии Беляев отец Сергий. Он с толстообразно, с зеленым сукном. И он там, где Т, посередке будет сидеть. Войтович, отец Александр, седой, белый весь. Рядом сидел с ним. Все они преподаватели местной семинарии. Какие это занимают проректоры. По учебной части Фессон отец Сергий. И отец Владимир, такой нелагобритый. Я меньше всего думал, что он будет как-то... Как я ошибаюсь всегда в этом вопросе. Я с ним ни разу не говорил, я уже ошибся. Когда закончится наша встреча, он один меня отведет в сторону, начнет расспрашивать. Один. Я в очередной раз убедился. Во-первых, оценку нельзя давать, когда не говорил. Судя по внешнему только виду. И я ничего не могу с собой сделать. Я думаю, ну вот этот, этот, этот. Мне хотелось бы вот этого захватить-то. А тот повернулся и ушел. А он как раз и вопрос этот задает до того, хорошие они. И не по моему выступлению конкретно. Я уже теперь, батюшка, только чтобы они были все там в Потеряевке. Закончилось тем, что еще раз мы подтвердили, что епископ Максим собирался даже на вертолете прилететь зимой. Сейчас можно проехать туда. Но у него шпицы, у меня шпицы. Я говорю, да знаю про эти шпицы. После перелома. Теперь батюшка, когда будет им звонить, батюшка, а они на тебя выйдут. Ты им скажи, чтобы они взяли меня с собой в кабинку. Потому что дорога там, трасса, 16 километров, много разбилок и все. А я уж с архиереем на одно сиденье сяду. Батюшка говорит, да какие-то до половины не доедут и вернутся. Вроде ты ему намазолишься так. Батюшка, не суди тоже. А может быть наоборот. Он скажет, что так тихо едете, так охота потеряю. Он будет скорость набирать. 13-го, день деревни. Видимо, глава администрации может быть районная, глава сельсовета. Все тут пригласил батюшка многих. Ну и кто хочет, имейте в виду. День будет необычный. Пригласим корреспондентов, фотокорреспондентов. Это очень важный момент. Заканчивается тем, что еще раз спрашивают, так вы не думаете соединяться? А мы разве повод вам дали? Об этом даже думать не надо. Хотя батюшка сгладил, говорит, пока. Все записано на ролике. Первый раз мы снимали на два видеоаппарата. Две. Два. Привезли из Потеряевки в Лужковский. На нем вот Сергей Павлович снимал. А Володя своим. И двое оттуда привезли фотоаппарат. И Волобуев был один из самых лучших фотографов Алтайского края. Он уже 23-й год у нас сфотографирует. И он согласился прийти, сфотографировать, какой-то переходной шнур взять. И оттуда его, чтобы к нам привезли, он сразу скачал. И теперь домой его Николай увез. Один ничего бы не сделал. Николай, спаси Христос. Так, кто хотел бы коротко, в течение пяти минут, сказать мне что-нибудь? С чего у нас там нет? Что нужно сказать? Во-первых, ваши чувства меня интересуют. Как вы там были? Какое чувство разговора были у вас, когда вы сюда вернулись? Когда помолились еще раз? Так. Кто хотел бы сказать из тех, кто был сначала? А потом те, кто смотрел. Ну давай. Виктор Андреевич Яковлев, он был рядом. Что интересно, когда фотографию все выставили, а там спрашивают, а сидят женщины в платочках, это еще ваши референты со всех сторон пишутся. И он тоже. Один референт сзади сидел. Давай, говори. Во-первых, я благодарю Бога, что Господь поместил меня и нас, вот, кто были на этой встрече, в гущу событий, что называется. Мы еще, наверное, не до конца осознаем, насколько важны эти наши совместные заседания. Позвольте чуть-чуть. Ну, во-первых, начало этого собрания было таким же, каким было предыдущее собрание, проходившее здесь в нашей трапезной. Отец Сергий, секретарь епархии, он начал с того, что, ну, как он и говорил здесь, так вы без нас никуда. Как же вы можете без нас на нашей канонической территории существовать? Не будет приходов зарубежной церкви на территории России. А здесь он начал говорить о том, что, так вы же не будете иметь юридического статуса, не будете иметь юридической регистрации. То есть он уже решил не только за себя, а и за властью решил уже. Именно с этого он начал. Ну, и вот он говорил свои там слова, подтверждая эту мысль. А потом, когда дали слово Игнат Тихоновичу, то он, конечно, уже постепенно, особенно ему, когда Игнат Тихонович сказал, что не будет все так, как запланировано у масонов там. Это вот у вас так здесь все это распланировано. Это ему так не понравилось. И он ухмыльнулся. Ну, и в конце он сказал о том, что под каждым словом, которое сказал в течение часа-пяти минут Игнат Тихонович, он готов подписаться. Я думаю, что он поспешил, потому что едва ли он под каждым словом мог подписаться, и все это так у него приняло, вот, без всяких рассуждений. А с другой стороны, когда я порассуждал, думал, что, наверное, это не он даже и говорил. А может быть, он в таком вот состоянии только мог это и произнести, когда он выслушал все, что произнес Игнат Тихонович. Но это нужно все это прослушать. Вот вы взяли ролики эти, прослушайте, выйдите в интернет, у кого есть интернет, прослушаете это все, и создаст у вас свое впечатление. Вот. Еще хотел сказать, что мне порывался, я всегда сказать этому отцу Сергию, о том, что человек способен исправиться только тогда, когда он признает себя в чем-то неправым. Когда человек себя признает больным, тогда он идет к врачу. А здесь получается, что вы вот нас обсуждаете, что вы нас вот говорите, что мы это не так делаем, но они не признают этого. А коли не признают, значит, они не хотят исправляться. И это то, что мы говорим, призываем их к исправлению, к исправлению тех недостатков, которые существуют в Московской Патриархии, они их просто не хотят признавать, что это делается неправильно. Нарушение канонов. Вот. Были вопросы, которые предлагались для совместного обсуждения членами рабочей группы от Барнаульской епархии, Московской Патриархии и Крестово-Звиженской православной общины. Их всего 24 было. Пожалуй, Игнат Тихонович в своем выступлении практически все эти вопросы и поднял. Единственное, может быть, о чем можно было бы сказать, что это вот, ну, это, наверное, еще в предстоящих встречах и будет обсуждаться, в том числе, например, о символе веры, веры, что исключен из произношения в символе веры, в духа истинного. Может быть, потому и нет этого истинного духа. Если нет истинного духа, потому и столько нарушений, что 70 с лишним процентов нарушается канонист. 57. 57? 57 процентов из всех правил канонических нарушается постоянно, умышленно, ежедневно в храмах Московской Патриархии. Я не буду перечислять все эти 24 вопроса. В целом, впечатление такое, вот мои ощущения. Когда шел туда навстречу, было очень тревожно. Тревожно было за нас, что мы где-то вылезем, где-то вот не стерпим. Тревожно было, что Игнат Тихонович, когда начнет говорить вот так, как он и говорил, то будет воспринято это ими, священниками Московской Патриархии, штыки. А когда все вот пошло по такому руслу, и мои чувства вполне улеглись, и я уже знал, что исход будет таким, каким он и был на самом деле, то есть благоприятным. Они были расположены, Игнат Тихонович стал, потом стал ходить, подходить к одному, к другому, объяснил это очень легко, что вот он в лучшем положении находится, что он не слышал всего, что вы говорили до сего момента, а я тут теперь вам буду говорить то, что я считаю нужным. Так что вот еще раз благодарю Бога, что Господь поместил меня в такую большую событию. Слава Господу нашему! Так, брат, иди сюда. Поддержись. Вот каждому подождите. Пять минут, смотрите на часы, и что сказать, главное, чувство интересное, с чем шел, что там было и когда вернулся. Какие наши упущения? Ну, коротко сказать. Ну, я хотел сказать, в общем-то, все будет, все разговоры будут не крутиться, но будут подходить всегда, как центр их это выступление, Игнат Тихонович. Именно живое, такое яркое выступление, и в этом выступлении он просто, как можно одним словом, выразил наши обиды. Это не христианское слово, но конкретно здесь будет касаться, потому что они наши братья во Христе, но они так считают, но они считают, значит, получите, как говорится, от нас обратный авторитет. Это обида, как он здесь уже сказал, что у меня бы даже не хватило одного процента к тому, что он ему сказал, что он, как говорится, он им предоставил все те случаи и все истории, не только с ним связанные, а и с другими людьми, на которые священно начали, и священники должны были не просто обратить внимание, а уже давным-давно это поставить во главу своей жизни. То есть, все, что предлагал Игнат Тихонович и другие люди до него, то, что он это брал, это нужно было давным-давно уже все задействовать и трудиться в этом направлении, и сейчас бы были совсем другие результаты. То есть, не было бы вот этой встречи, не было бы такой встречи, и не было бы вот сейчас этих наших откликов. Мы бы просто как братья во Христе, они там старшие наши, там, братья, или пастыри, а мы помощники их, и так далее. Трудились бы сейчас, работали на благо созидания Церкви Христовой в душах людей, тех, которые еще не обратились. Ну, а так получилось, что все-таки можно сказать, наша община во главе с батюшкой Игнать Тихоновичем и с теми братьями, кто там ходил, все время молились, добились того, что они поняли, что мы с ними объединяться не собираемся. Вот это они поняли. То есть, до этого они не думали так. Они думали спокойно, как и любая номенклатурная организация. Там сказал начальник, наш епископ Евтихий Виаг готов, пожалуйста, пускай они объединяются, и мы должны были объединиться. И когда последний заключительный аккорд Игнать Тихонович там поставил, час-пять минут, секретарь, отец Сергий этот, стал и говорит, ну после этих слов я даже боюсь произнести, но еще хотел бы, чтобы вы подтвердили, отец Иаким, вот ваше решение, да или нет насчет объединения. Ну и батюшка говорит, да какое объединение, вы же все слышали. Ну я так и понял, в общем-то. И я думаю, ну слава тебе, Господи, что ты понял-то, наконец-то, что есть, что тебе сказать епископу, а теперь не просто, что мы не объединяемся, а перед этим, час-пять минут-то, Игнать Игнать Игнатьевич, обид столько на рассказывал, что им придется теперь на все это отвечать в конечном итоге, а то письмо здесь, значит, прочитали, батюшка говорил им, ну наши, наши чаяния, как говорится, а на чем остановиться, они не внимали. Ну тут, наконец-то, вняли. Ну и теперь, вот их, а дальнейшие отношения, они себя так интересно ведут, но у меня свои умозаключения, Игнать Игнатьевич оптимистично выступает, я думаю, что все здесь, опять же, в их номенклатурном распределении сил их, ну внутри епархии.